Чуть больше месяца назад Александр проходил у нас с Ольгой Полищук, моим учителем и наставником, глубинную проработку с родом. Это когда приходят предки из рода с определенных колен и прорабатываются глубинные, родовая карма прорабатывается и различные негативные родовые программы. Саша, поделись, пожалуйста, впечатлениями сразу после проработки. Что ты почувствовал? Я сразу почувствовал облегчение и понимание, что со мной происходит и почему. А во время проработки, что ты чувствовал во время проработки, ты можешь вспомнить? Вспомнить? Могу, конечно. Но для меня время пролетело настолько быстро. Это для меня было 20-25 минут, не больше. А по записи это было полтора часа. Но таких ощущений в жизни я никогда не испытывал. Я что ощущал? Очень сильные вибрации, такое ощущение, что через меня пропускали электрический ток. И причем довольно такой мощный, как я по записи потом увидел, что сказали где-то около 1000 вольт через меня было пропущено. Что чувствовал? Облегчение чувствовал. Меня кидало, когда, как сказали, освободили мою душу, я почувствовал очень сильное облегчение. Когда выходило все негативное из меня, так скажем, тоже я это все ощущал, я все это понимал, хотя я был, я так понимаю, в трансе, но ощущение реальности не терялось. Вот. Облегчение. Очень серьезное облегчение. А вот спустя прошел больше месяца, что ты можешь рассказать, что ты в течение этого месяца чувствовал? То есть появились у тебя какие-то изменения в личной жизни, либо с деньгами, то есть, ну, какие изменения у тебя произошли? Да, Свет, я пришел к вам с проблемой, то, что у меня не ладится личная жизнь, с деньгами были, начинались проблемы, были страхи какие-то непонятные для меня. Вот. И я понимал, что моя жизнь, моя жизнь меняется и не в лучшую сторону, но я не понимал почему это. Вот. После того, как проработали и объяснили вы с Олей мне мои причины, моих страхов, мое безденежье и все остальное, тем, что мои предки отказались от денег и то, что мои предки умирали за деньги. И поэтому в мою жизнь пришли блоки именно по деньгам. Это раз. Во-вторых, то же самое было в личных отношениях. Как сказали и объяснили мне, что это был эффект холодного сердца, то, что у меня чувства были притуплены, причем это было, ну, последние, наверное, года три. То есть, чувство внутри какое-то как охлаждение и мог понять, почему это возникает. Да, святая. Охлаждение. И причем я в браке уже 28 лет, как бы, и это ощущение, это чувство пришло, ну, там, года три-четыре назад, понимание. Хотя у нас всегда, ну, дружная семья. Да, неплохо все было. И эти ощущения пришли буквально три-четыре года назад. И я не понимал, почему это. Когда вы проработали, мне стало намного легче. Объяснили, почему это все происходит в моей жизни. То, что не, я не понимал, в чем я был конкретно виноват в этом. Они мне объяснили, что твоей вины таковой, как таковой, не было, а что это передалось тебе по роду. Потому что и с мужской, и по женской линии были очень много, так скажем, на сленге косяков от моих предков. Вот. И люди, я думаю, видели. Кто видел мое видео очищение, они все это видели и понимали. А ко мне пришло осознание, уже конкретное глубинное осознание, после того, как я просмотрел свое видео. Вот. Потому что для меня это время было, пролетело быстро. И таких ощущений, я говорю, такого именно ощущения в своей жизни я никогда не испытывал. А сейчас по факту, ну, после проработки, что ты чувствуешь, что ты хотел бы сказать людям, которые, ну, испытывали, может быть, похожие проблемы в жизни, ну, по каким-то причинам боятся изменить, либо как-то проработать это. Что ты вообще по факту можешь сказать для других людей? Ну, по себе, я сужу по себе. У меня начались улучшения в своей личной жизни. По финансам немного работа двинулась вперед. Начали звонить старые клиенты. Появились новые. Вот. И в семье у меня пришло какое-то взаимопонимание. И, так скажем, теплые отношения стали восстанавливаться. Также пришло осознание немножко в моей жизни, переосмысление. А какие конкретно именно осознания? Какие? Вот можешь поделиться, если не трудно? Да. Какие осознания? Осознание того, что надо быть добрее к людям, не делать гадостей. Вот. И относиться к людям намного лучше. Вот. У меня такие были проблемы. Ну, иногда бывал сильно агрессивно себя вел. Вот. И эта агрессия ушла. И я теперь на данный момент понимаю, почему я так себя вел. Потому что у меня в роду люди... Мой род проклинал других людей. И еще проклинал свой же род. Вот. И поэтому такое поведение у меня было тоже. Да, я согласна. Потому что, к сожалению, наши предки не всегда были мягкими, пушистыми. Очень много предков и убивали, и грабили, и расхищали чужие рода. Завязывались тем самым кармические узлы. И очень часто в данной текущей жизни у многих людей начинает рушиться все. У кого-то с денежными разные проблемы возникают, с деньгами проблемы. У кого-то по здоровью очень сильно резко начинает все лететь. У кого-то просто деток не дают. А все потому, что очень много причин в роду заложено. Потому что предки не всегда, я уже повторюсь, были мягкими, пушистыми. И такие глубинные проработки очень достаточно глубокие и дают хороший эффект. Потому что такой уровень доступен не каждому. Я благодарю Ольгу Полищук, с которой мы вместе делаем эти глубинные проработки. Ольга мой наставник и учитель. Я закончила у меня обучение. И благодаря этому мне открылся дар медиума, ченнеллера и проводника. И когда к нам люди записываются на консультацию, просто проконсультируются, что происходит. То высшие силы и творец посылают именно определенных предков. Именно по тем проблемам, которым нужно человека проработать. Я их слышу. Я четко слышу, с какого колена, с какого рода голос. И, соответственно, когда мы работаем. Но если кому-то будет интересно подробно, на YouTube-канале Эквириума у учителя, наставника Ольги Полищук. Есть видео с Александром. Мы это делали в прямом эфире. Такая возможность появилась на тот момент. И там четко, подробно можно посмотреть, как я подключаюсь к этим людям. И на какое-то время я становлюсь ими. На какое-то время я четко слышу, что они хотят сказать, что передать это все происходит в реальности. И поэтому такие глубинные проработки я благодарю Творца и Высшие Силы за такую возможность, что благодаря обучению Ольги у меня открылся этот дар. Медиум отчиннелера-проводника. И я благодарю Сашу, что согласился поделиться своими впечатлениями эмоция данной проработки. Потому что многие люди боятся рассказать, что у них какие-то проблемы. Либо ходят по психологам, проходят всякие тренинги. Но это помогает, к сожалению, всего лишь на время. Потому что на самом деле, если проблема в роде, и предки вели себя в свое время, и убивали людей, грабили, насиловали, либо расхищали чужое добро. То это не поможет. Только, может быть, поможет на время, а потом снова нахлынет, как снежный ком. Поэтому я благодарю Александра. Я благодарю тебя, Светлана, и благодарю Ольгу Полищук за такую очень серьезную и для меня очень важную работу. Моя жизнь изменилась, изменилась в лучшую сторону. И у меня были все эти проблемы. У меня полетело здоровье, у меня полетели финансовые вопросы, у меня полетели и личная жизнь, так скажем, охладела. И это все мне реально помогло. И я бы посоветовал тем людям, у которых есть какие-то вопросы или непонятные ситуации в жизни, которые складываются тем или иным способом, обратиться к профессионалам, чтобы они вам разъяснили и помогли решить все ваши проблемы в нашей жизни. Благодарю, Света. Благодарю, Саша. Во благо тебе, твоей душе, твоему роду, пускай у вас открываются светлые возможности, светлые пути, и пускай в твою жизнь приходит только самое лучшее и светлое. Благодарю тебя.